здравствуйте друзья доброе утро у нас как вы видите дожди продолжаются вот прямо сейчас не 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 льет вот прямо сейчас нет а вот 15 минут назад так орошало орошало неплохо орошало и я еду на работу сегодня четверг четверг и у меня запланирована одна съемка вечерком должен человек подъехать мы поснимаем это я не рассказываю что вот вы увидите и еще я не знаю удастся ли мне снять или там какой выйдет разговор но сегодня должна заглянуть моя бывшая одноклассница точнее одногруппница мы учились не не в школе вместе а мы учились в институте связи вместе вот такая девушка зовут лена в смысле уже уже может уже и бабушка даже я даже не знаю но чем так по возрасту могла бы вот она должна заглянуть к нам и я подумал если она не будет сопротивляться я ее так на видео сниму или может мы хотя бы селфи с ней какой-нибудь такой жахнем вот увидеть какие в наше время были она старосты была какие у нас были старосты в институте связи ой вообще это что-то я я думаю что она и сейчас очень 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 вот вам понравится так что у меня такое как бы радостное такое чувство мы вообще очень и с ребятами с которыми в школе учились и в институте мы на самом деле очень ну не то чтобы именно дружное но мы очень как сказать радуемся когда мы видим друг друга нам всегда есть о чем потрепаться это редко происходит но но бывает мы иногда так ну по чуть-чуть там в соцсетях может быть обмениваемся там парой слов кого-то уже на свете нет к сожалению но пока в основном пока все в порядке вот я пытаюсь сообразить крайне редко бывает что кто-то ушел из жизни естественным путем там в этом возрасте к людям 60 то в основном если что-то происходит то какие-то трагические обстоятельства вот но не в силу этого не то что вот мы рады что мы еще живы нет такого нет ну просто рады что мы видимся общаемся там что мы не сильно изменились то есть мы вот трудно себе представить но в основном вот мы какие были того 20 лет мы сейчас такие смысле отношения к жизни так вот восприятие мира и так далее при всем при том что люди меняются конечно по жизни но какие-то фундаментальные вещи остаются то есть если был человек добрым то он в общем-то и ну доброжелательным да то он и достается на доброжелательным если был злобным когда казалось бы все в окно повода-то нет но все равно вот это его восприятие мира он значит такое есть так что вряд ли это сильно изменится а так конечно там чисто внешне и генетически мы разные то есть мы скажем процесс старения разные и образ жизни тоже я помню когда ездили ездили мы со светлой в москву это было 15 лет назад ровно и мне было там насколько 45 да я немножко переживал там одноклассники собирались и я немножко переживал я думаю мы сейчас придем такие там американские калифорнийские загорелые пышущие такие вот а там люди непонятно как они там 90 и пережили знать как бывает и может быть как-то это а потом смотрю очень даже ничего все выглядят очень даже ничего особенно девочки то что надо вот так что у меня как-то отлегло то я бы я боялся буду себя неудобно чувствовать а так хорошо прошу молодцом все так что не знаю даже почему так но вот может быть потому что москва много работы в общем-то и связь такая область которая забита и была только при коммунистах вы при при коммунистах институт связи был такой и сам институт и вообще вся отрасль связи была такая зачуханная запредельно была правда другая индустрия близкая называлась промышленности средств связи было министерство промышленности средств связи и это министерство входило в девятку девятка это были девять министерств которые непосредственно были связаны с обороноспособностью у страны и они там как бы на особых на особых правах были вот это девятка а связь сама по себе такая отрасль зачуханная но тогда не было мобильной связи тогда тогда я обычной связи то толком не было вот люди жили всю жизнь и у них не было телефона дома просто но обычный вот такой да landline у нас называется обычного телефона не было не хватало им костей на телефонных станциях не хватало кабеля чтобы провести там от станции до дома в общем это ужас мы прожили в доме я вам сейчас скажу когда у нас своя квартира со светой появилась мы до отъезда прожили там лет на на семь или восемь у нас не было телефона для того чтобы поставить телефон но мы как раз и смесь сотрудники министерства связи подразделения министерства связи если бы мы оставались ими 10 лет но так так не получилось но вот если бы человек проработал в системе министерства связи 10 лет то ему тогда ставили телефон вот это была такая привилегия отраслевая вставлять кому вот санаторий значит там у черного моря кому в столовую купон а вот связи 100 значит телефон но 10 лет отработать надо да так что ведь как встречаешься с одноклассниками и так как-то мысленно уходишь в те времена когда молодой был хорошо когда молодой был и даже вот как сказать некоторые люди вот когда я рассказываю что-то или другие рассказывают и вот они так реагируют они говорят что же вы значит вот так вот там так вам хорошо было значит а вот вы ругаете советскую власть или там ругаете но то как как жилось и так далее это вам колбасы не хватало то вам там возможности не хватало то авто за границу не пускали а вот вы значит вспоминаете там и радуетесь там и так далее потому что молодые были и радуешься молодости радуешься как бы не 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 тому что вокруг было радуешься потому что ты был молодой это большое большое дело и вы пока молодые вы радуетесь сейчас уже начинайте потому что дальше тоже она как-то будет уходить назад вот так что но так не получается знаете вот когда молодой по другому миру воспринимаешь вчера с мальчиком беседовал студент смысле студент он сколько ему лет я думаю 19 19 может быть 20 совсем молоденький пошел на практику и ему там предлагают остаться то есть они ему сказали если ты соглашаешься говорят но мы тебе пишем официальный оффер формальный и дают ему там немного на там 40 тысяч долларов но после интерншипа пойти очень часто много не дают но кроме того он он же совсем молоденький у него образование нет высшего у него может вообще никакого там нет даже даже там что называется среднего специального там ассоции дегри и как бы не не для студента нашей школы но вообще для человека его возраста которые без образования без ничего 40 тысяч это очень приличные деньги ну вот так в целом по местности но поскольку уже учится и он слышит там какие-то другие цифры кем и и он говорит вот я не знаю стоит ли говорит соглашаться а он там всего там пару месяцев на практике и я ему целую значит там лекцию там на 20 минут я не знаю согласился в итоге или нет но слушал так вроде ну как-то так удаленно я бы целую лекцию о том что все-таки два месяца бесплатно поработать и скажем полгодика хотя бы за деньги это совсем другие дела то есть уже по-другому себя чувствуешь у тебя другой уровень уверенности в себе люди тебя по-другому воспринимают не говоря то что тебе могли бы и поднять там тоже если ты так хорошо себя проявляешь и так далее но когда у тебя есть работа причем работа постоянная и у тебя что называется туфли не жмут так ты ищешь работу совсем по-другому ты выбираешь ты перебираешь ты говоришь но меньше чем там не знаю 65 там или 70 я и разговаривать не буду например да конечно 40 это мало ну так у него же и опыта нет ну что же у него весь его опыт два месяца бесплатного интерншипа вот и и вот там возник вопрос он не понимал знаете чего он не понимал почему человек который работает по-другому ищет работу понимаете а для меня то это как бы совершенно очевидная такая вещь ну я я даже эмоционально понимаешь вот а я не спешу а чё у вас там не знаю не знаю подумать надо пройти когда у тебя тылы прикрыты это же не то же самое что ты с голой я не знаю задницу от в окно высунулся и и что и и ты шоу как по-русски десперт понимаете чек десперт то есть приперло его понимаете он не работает денег нет лет платить надо дать он десперт за все что угодно хватает у него в глазах что он десперт у него в осанке у него в поведении в разговоре он десперт и никто не хочет человека который десперт поэтому есть есть какие-то вещи которые с возрастом может быть отсутствие жизненного опыта конечно да так как можно сказать хорошо быть молодым я бы променял жизненный опыт на то чтобы быть там двадцатилетним но не там конечно вот может быть здесь вчера был удивительный молодой человек у нас 19 лет ему из харькова но он как бы из харькова а у них такая компания они там софта пишет и студия как он называет студия у них они в москве и в харькове человек 30 там сотрудников и он пришел поговорить по поводу проектов помните я пару дней назад видео делал чтобы там ребята поделились софтвером для проектов для студентов и я на самом деле еще не раз греб то что там есть я обязательно дойду просто там как бы много получилось и мне нужно сесть чтобы я никто не дергал может быть я за выходные сделаем сяду все все пройду со всеми спешусь и так далее я реально заинтересованы если я там где-то не откликнулся это просто просто я в процессе я очень признателен всем кто откликнулся и вот он пришел поговорить он тут на местности пришел поговорить значит мы там разговаривали я думаю сколько ему лет по ходу дела выяснилось что 19 и он тут как бы от компании даже не знаю как бы продвигает свои проекты продвигает комп проекты компании паром пара места тут как приехал и вот начинаем с ним беседовать парню 19 лет значит выясняется что в 10 в 10 он впервые начал на си плюс плюс программировать ну сам вот ему интересно было он начал чего-то уже писать и там а там был такой разговор я буду в крайнем случае бы там из тебя тестера всегда сделаем так у меня приск такая и он так на меня смотрит и год тестером это я давно прошел и вдруг выясняющему 19 лет я когда же он давно когда в 19 лет он давно прошел тестирование и вот это я там если ты начал там носить пласт пласт программировать я буду тогда тестером ты на наряду 12 был он говорит да это он когда мне было 12 годом я хотел устроиться в ипам на работу ну кроме школы а школу 13 закончен так как то и значит хотел устроиться в ипам но поскольку он был молодой то вот его никто не брал в общем где-то ему в какой-то другой компании мы предложили тестировать а параллельно конечно еще и в школе учился и я вот чего хочу сказать что с одной стороны конечно потрясающе видеть таких ребят с другой стороны я вот в такое время я бы хотел жить ах понимаете да ну ничего страшного ничего страшного для того мы жили в то чтобы мы сейчас вот жили в этом это это очень здорово это очень здорово что такая эволюция происходит потрясающе вот и солнышко ведь как когда мысли солнечные то и солнышко выходит мы можем сказать при магнитиле солнышко притянули так не будем магнетизм уходить физику изучал скажут что не то что говорю давайте разверну камеру посмотрите как у нас кремниевая долина после дождя и вот едешь так и думаешь да ну его на хрен там этого трампа и там путиных и всех этих вот скандалистов балабольщиков хорошо вот так солнышко тучки тут в комментариях тот сегодня написал что вот а я рассказывал про как избавиться автомат от автомобиля и человек говорит вот давайте где спросим михаила а чего есть такое в жизни сша о чем он не знает да я в основном ничего не знаю вы думаете я что-то такое сильно знаю я знаю то с чем сталкивался сам и я знаю то что допустим частенько происходит в каких-то обсуждениях которые мне интересны и я может быть не стал не сталкиваясь лично я знаю там какое-то количество мнений разных людей вот вот собственно и все в основном то я ничего не знаю я все время не знаю не знаю не знаю мне это расскажите о том как работает людям в кинематографии да я не знаю расскажите там про как живет веб-дизайнер откуда я знаю про веб-дизайнер если вы придете в нашу трансляцию там в субботу по субботам в девять утра московского времени ты пожарных машин нагнали его жизнь то вот придете на трансляцию для я там на половину вопросов будет так я же не знаю там такое спросим на канале я когда выбираю вопрос так я выбираю такой где я хочу рассказать могу если я не могу сказать так я и не буду чё же вот я постоянно думаю черт возьми живу в стране ничего не знаю так тут тут по чуть-чуть там по чуть-чуть вот мы встретились с парнем до в магазине мебельным на днях и он давай раз там ну так рассказывать немножко ну про про то как их компания покупает большие комплексы многоквартирные там по 200 квартир и дальше они приводят их некоторое такое финансовое состояние что это повышает их цену и дальше они или перепродают или эксплуатируют и вот я думаю боже это мир о котором я не знаю ничего то есть с одной стороны мне конечно интересно но с другой стороны я я не даже если бы у меня было там 20 миллионов долларов чтобы купить какой-то такой комплекс ну или скажем там дать 5 одолжить 15 в банке чтобы мне позволили купить этот комплекс я не знаю что с ним делать я не знаю как повышать его рентабельность я вообще не знаю как организовать работу большого количества людей и даже те десять человек которые у нас в офисе работают это люди которые вписываются в мой ну то что называется менеджмент стайл да мой менеджмент стайл состоит в том что я не контролирую детально людей которые у нас работают то есть человеку дается какой-то кусок и он его тащит и мы так ну общаемся понемножку но я не занимаюсь таким вот что называется микро менеджментом и я могу не знать очень многих нюансов и весь смысл функционирования нашего заведения состоит то что у нас люди которых не нужно контролировать то есть если появляется человек которого нужно контролировать мы тогда его заменяем на другого вот собственно и все так что и в той мере в какой там нас всего там 10 человек и мы все как бы на виду и мы все видим результат и наш продукт он как бы такой что мы мы все с ним сталкиваемся то есть наш студент наш выпускник то есть кто-то занимается его там устройством на практику это софия кто-то занимается его резюме и ответом на вопросы там по поводу поиска работы это я кто-то занимается тем что учить его там технологиям кто-то тестирование кто-то автоматизации кто-то проводит всякие учебные там интервью тесты и тогда это мы все задействованы и если кто-то из нас прокалывает это все остальные это сразу видят поэтому у нас такая как бы бутиковая школа вот так можно сказать бутик такой вот а если бы были такие как там я не знаю университет и там даже сити калыч какой или даже вот есть школы типа нашей по статусу но у них много отделений по всей стране в разных штатах и так далее бы чего вы чего так что маленький такой бизнес очек но весело зато у нас такая веселуха у меня совершенно нет никаких интересов к экспансии то есть в трех штатах в пяти штатах 20 отделений и всегда давай вот тут откроем там откроем я не хочу не правда я так уже обращаясь ретроспективно в прошлом я вспоминаю что мне никогда не хотелось быть начальником вот интересным то есть мне всегда хотелось быть на виду мне нравилось быть на виду но мне никогда не хотелось быть начальником и вот люди которые со мной работали там старшего поколения они все играли миша они говорят ну давай ты же вот давай смотри вот там начальник отдела вот там что-то а я не хотел но я не ну то есть нет не то что я бы может быть не отказался для меня назначили но я не хотел бы так чтобы рваться чтобы в партию вступать чтобы там я не знаю видеть себя именно начальником какую такую карьеру то есть для меня сам процесс был важен окей сейчас моего руки для меня был важен процесс то есть я удовольствие получаю когда вот что-то делаю когда вижу что это пригодилось и мне этого не хватало немножко когда в кб работал какой-то проект конечно то есть сначала тебя технические штучки радует вот и делаешь какой-то дизайн дизайн работает знаете как все это свистит там вот а потом но ты не видишь людей которые пользуются и зачем она им надо и так далее это было немножко так охлаждающе действовал на меня а потом я когда стал заниматься методами быстрого обучения и вот там допустим мы с товарищем делали сереже ходыкин мы делали методику быстрого обучения машинописи тайпингу и дальше и мы за а москва такой городе половина всех машинисток ссср готовилась и мы ходили в птумы там преподавателей тренировали а потом меня еще в науке и жизни там сериал был машинопись для всех восемьдесят шестом году и меня распирала от того что я что-то сделал и она прямо и столько народу им хорошо от это поэтому да интересно все мы такие разные и устремления разные а многие вещи как родился так с этим и ходишь вот меня меня как вот как распирала там от таких вещей так и до сих пор распирает то есть когда смотришь вот студент работ нашел и каждый раз радуешься так как будто первый раз происходит и вроде ты ему говоришь что делать как делать и вдруг раз получилось е-мое есть такой анекдот я давайте напоследок расскажу анекдот ковбой едет по прерри и внутренний голос ему говорит слезай с коня ну слезает внутренний голос говорит копай вот тут у него лопатка и лопатка копает и думая чё копают а где что где-то посредине вообще пусть степи какой-то дикой там прерии копают чё копают внутренний голос копать твой мать копает вдруг это такое бряк-бряк цок-цок обкапывает вынимает сундучок сундучок крышечку открывает а там золото бриллианты изумруды сапфиры рубин вот такой внутренний голос говорит ни хрена себе вот вот и мы так тоже вот каждый раз такой копаешь копаешь копай 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 потом она бах открывается крышка и ты говоришь ни хрена себе ладно друзья пойду счастливо а